Доброго времени суток, меня зовут Татьяна, и это мой канал «Обо всём». Сегодня я хочу поговорить на такую тему. Доброго времени суток, меня зовут Татьяна, и это мой канал «Обо всём». На этом канале я разбираю те темы, которые мне интересны, и также, если у вас есть какие-то предложения, вы мне пишите, потому что ваши темы могут быть интересны мне, и мы их можем разобрать вместе. И поехали! В этом видео я расскажу про то, какими трюками я пользуюсь для того, чтобы удачно проходить и побеждать в творческих конкурсах или быть принятой на определённую роль. Поэтому сегодня я вам расскажу такие вот хитрости. Первое, что я хочу вам сказать по поводу стихотворения, нужно выбрать правильное стихотворение. То есть то стихотворение, которое у вас откликается в душе. Невозможно прочитать стихотворение... Ладно, хорошо, не то, что невозможно. Возможно прочитать стихотворение с выражением, если вам оно не нравится, или если у вас ничего это не откликает. То есть, например, есть стихотворение классических авторов, это может быть Пушкин или Лермонтов, или Маяковский, которые не вызывают во мне никакого желания, или может быть даже отражение, то есть я не согласна с их словами. И поэтому для меня это будет трудно прочитать стих с воодушевлением, то есть его прожить, проиграть. И для меня это очень важно выбрать правильный стих, где я могу видеть картинку, что я могу это как-то нарисовать, я могу представить, что я в такой ситуации. И тогда строчки стихотворения, они для меня оживают, то есть они для меня становятся не то, что даже текстом, а какой-то историей. То есть я себя чувствую как человеком, который рассказывает эту историю, повествует, вот он я, персонаж. Итак, что я делаю первым делом? Я выбрала стих, это... у меня очень плохо распечатался принтер, поэтому если я сейчас скажу, у меня написано «Ся Олеся Котельникова, просыпаешься утром». Это интересный стих, я его нашла в группе ВКонтакте. И я нашла его в группе ВКонтакте для тех, кто хочет... Для тех, кому нужны стихи для конкурса, то есть чтобы как-то вот... Чтобы как-то вот... вот что-то такое, да? Чтобы как-то вот... Стих называется «Просыпаешься утром». И первым делом всегда, когда я... у меня новый текст, первым делом я его просто читаю, для того, чтобы мне понимать, что это за стих, какие там слова, какие могут быть трудности. Ну и вообще, какие у меня вызывают эмоции этот стих, когда я его читаю в первый раз. Первые эмоции – это всегда очень важно, потому что ваши первые эмоции, они говорят ваши истинные чувства, то есть это не что-то такое скрытое. Это... То, скорее всего, у других людей этот стих вызовет такие же эмоции, как только они их услышат. То есть, возможно, те эмоции, которые вы испытываете сначала, они самые логичные. Возможно, вам нужно именно их и проигрывать, то есть их нужно... о них нужно задумываться. Итак, стихотворение. Поехали. Просыпаешься утром и думаешь. Буду хорошей. Буду всем улыбаться, любовь и тепло излучать. Буду корм выносить для бездомных собачек и кошек. А в критических случаях думать и мудро молчать. Убеждаешь себя, мол, отныне не буду метаться. Обижаться, кокетничать, злиться, ругаться, вопить. Буду делать зарядку и день начинать с медитации. Минералочка лечится и деньги на отпуск копить. Минералка лечится и деньги на отпуск копить. Упадешь. Обессилев. Зароешься сладко в подушку. Проведенному дню, как обычно, подводишь итог. 28 обид, 2 смертельных и ссоры с подружкой. 5 значительных вздохов и 3 демонстрации ног. 18 ехидств, 36 шапоточков в догонку. 9 сплетен, 3 кофе, которых не стоило пить. 7 бессмысленных трат, 205 замечаний ребенку. И одно, но большое желание кого-то убить. Засыпаешь и думаешь. Завтра, конечно, хороший. Застилают сознание рваные сны облака. Где-то в сердце скребут коготки голодающих кошек. Ничего, ничего. Не забудь выкупить молока. Мне этот стих понравился тем, что он достаточно смешной. То есть я люблю стихи с чувством юмора. Мне нравится, что здесь есть, что главный персонаж в этом стихотворении – это женщина. И мне близко этот персонаж, потому что я иногда тоже могу заметаться, накрутить себя, надавать себе обещаний в конце дня, что вот завтра все будет по-другому, или с утра ты просыпаешься и думаешь, сегодня будет самый классный день. Поэтому мне вот эта ситуация очень знакома. Так, далее. Как только я прочитала стих, я делаю такой ресерч. То есть я там смотрю, кто написал стихотворение, кто главный персонаж, о ком этот стих. То есть если мы говорим про этот стих, то это стихотворение – это о женщине, которая, возможно, на себя возлагает больше ожиданий, чем от нее стоило. То есть от нее столько не ожидается, сколько она на себя навесила. И она это все продумывает, она беспокоится, переживает. У нее очень много дел, она такая все бежит куда-то. Это, возможно, для меня, мне представляется такая девушка Бриджит Джонс, потому что здесь в четвертом параграфе, я это стихотворение обязательно прикреплю у себя на Ютубе в описании, вот здесь она перечисляет 18 стихи, 36 шипоточков догонку. То есть это такое, как Бриджит Джонс писала, что вот я там выпила 3 бокала мартини, 15 сигарет, бла-бла. Ну, то есть такой подсчет. Дальше, что… пункт номер 3, что я себе сюда записала, я думаю, что происходит, какие здесь события. Это стихотворение, оно очень богато на события. То есть оно начинается с утра, где девушка дает обещание, допустим, возможно, можно представить, что она это делает перед зеркалом ванной. Вот она стоит и такая красится, и, возможно, думает, вот все сегодняшнего дня, все будет по-другому. Вот все, я буду прям такая классная. Дальше она, возможно, начинает опаздывать, и здесь она начинает говорить, что вот я теперь не буду, теперь я буду всегда делать зарядку, всегда будет медитация, буду копить на отпуск. И далее такой вот прям, то есть дальше идет ничего, и вечер, когда она говорит, упадешь, а бессилий взороешься сладко в подушку. То есть это конец дня, это истощение, то есть она, вот этот день, когда у нее было много надежд, и они все развалились. И она дальше комментирует, как этот день прошел. То есть это уже вечернее. И когда идет перечисление то, что происходило, здесь, возможно, какой-то негатив, то есть ей это не нравится. И затем, последний параграф, это когда она уже засыпает, и здесь скорее уже она чувствует, что вот она пережила все эти негативные эмоции, она их отпустила, она все высказалась, прокипела, и все, она там уже представляет, как она спит, как все хорошо, все спокойно. И последняя строчка. Не забыть бы купить молока. То есть это такое, как ты иногда просыпаешься так посередине, ну не посередине ночи, а вот ты только засыпаешь, и думаешь, блин, завтра нужно не забыть вот это сделать. А, забыла, опять. Вот такое вот. То есть мне вот это напоминает. Дальше. На что я смотрю дальше? Это знаки припинания. Это огромная, огромная, огромная подсказка. Знаки припинания. Троеточие – это пауза. Точка – небольшая пауза. Запятые. То есть если идут слова через запятые, это перечисление. Двоеточие. Это как рассказ о чем-то идет. Дальше. Что еще? Тр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. А, у меня здесь все записано. Все записано. Так, знаки припинания и слова. Я также смотрю на слова, то есть я несколько раз запнулась. Здесь есть очень достаточно критичные, не критичные, а сложные слова для меня. Например, когда я сказала минералка, я сказала минералочкой. Минералка лечится и деньги на отпуск копить. Дальше, пять значительных, пять значительных, то есть я говорю значительных, пропускаю. Пять значительных вздухов и три демонстрации ног. Восемнадцать хихист, тридцать шесть шепоточков догонку, девять сплетен, три кофе, которых не стоило пить. Вот, то есть это я читаю сейчас обычным тоном, не подготавливаясь, чтобы вам читать именно с выражением, это не с выражением. Перед тем, как начать учить, я также думаю, то есть какое у этого стихотворения общее настроение. То есть, как я сказала, что это стихотворение для меня, оно такое комедийное, немножко с раздражением, немножко, может быть, драмы, чуть-чуть. Но больше это такая комедия. То есть я, если бы рассказывала это с выражением, я бы проигрывала это также с лицом немножко. Я также бы поэкспериментировала бы с темпом, что это значит. Например, что можно сделать? Можно прочитать первую строчку по-разному. Например, мой нормальный темп это так. Просыпаешься утром и думаешь, буду хорошей. Буду всем... Это уже вторая строчка. А теперь, например, я могу прочитать первую строчку быстро. Просыпаешься утром и думаешь, буду хорошей. Уже сразу, как будто бы я куда-то тороплюсь. А могу прочитать медленно. Просыпаешься утром и думаешь, буду хорошей. И здесь уже сразу какая-то драма, что я тут уже замышляю, мне кажется. То есть это какой-то больше драматизма, который мне в первой строчке не нужно. Потом, что еще можно? Можно попробовать поиграть с громкостью. Можно сказать это громко. Просыпаешься утром и думаешь, буду хорошей. Сразу такой какой-то командный, какой-то, не знаю, Маяковский у меня сразу представляется. А можно сказать по-другому. Просыпаешься утром и думаешь, буду хорошей. А можно вообще даже шепотом. Просыпаешься утром и думаешь, буду хорошей. Буду всем обладать. Любовь и теплой случай. И сразу уже какая-то, знаете, секретная. То есть, возможно, это какое-то любовное стихотворение больше. Не такое комедийное. Хотя для комедии здесь это можно добавить. Так, сказала про темп, про голос, интонация, интонация. Буду всем улыбаться. Любовь и тепло излучать. Буду корм выносить для бездомных собачек и кошек. А в критических случаях думать и мудро молчать. Можно так. Можно по-разному. Стихотворения, чем они замечательны? Тем, что вы можете их интерпретировать как вам угодно. И никто вам не может сказать. Я надеюсь, что никто не может сказать, что вы читаете их неправильно. Поэтому это было первое видео. И оно про то, как разбирать стихотворение. То есть, как подготовиться к стихотворению. Мое следующее, что я сделаю. Я это стихотворение собираюсь выучить. И в моем следующем, втором видео я это стихотворение презентую. И с выражением, как я считаю, будет это стихотворение наилучшим образом. А на сегодня вам всем пока-пока. И если вы снимите ваше стихотворение, если вы снимите это же стихотворение, но с вашей интонацией, вы запишите и выложите на YouTube, и поделитесь вашей ссылкой, я посмотрю, и мне будет очень интересно увидеть, какое вы исполнение вложили в эти строчки. А сейчас спасибо за внимание. И хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока.